Внутри треугольника взяли произвольную точку. Докажите, что сумма расстояний от нее до вершины треугольника больше половины периметра. Итак, что же у нас здесь? У нас есть произвольный треугольник. Есть произвольная точка внутри. Требуется доказать, что сумма длин А, Д, Б, Д и С, Д больше, чем П маленькая. На всякий случай, что такое П маленькая? Это полупериметр. У меня это есть стандартное значение. Полупериметр треугольника принято отзначение П маленькая. Я хочу уже писать. Давайте. Я не буду писать, а будете, наверное, уходить. Какие формулы писать? А, это? Да. Узначально провести А, Д, С, Д и В, Д. Ответит. Ну, нет. Если вы просите, чтобы я просто нарисовал три отрезка, то я не понимаю, зачем они вам нужны, но... Ну, что нарисовать? Что еще нужно? Дальше. Дальше у нас есть треугольника С, Д, В, А, Д, В и С, Д, А. Да, правильно. Ну, С, Д, плюс Д, В больше, чем С, В. Ага. С, Д, и Д, В больше, чем В, С, да. Дальше. А, Д, плюс Д, В больше, чем А, В. Да. Дальше А, Д плюс Д, С, побольше, чем на С. Да. А дальше у нас каждая сторона из этих трех элементов. Ну, помянуты два раза, а каждый из... Проще говоря, надо сложить эти неравенства. Ну да. Если у вас есть неравенства, которые в одну сторону направлены, то их можно сложить, и получится замечательная вещь. Вы правильно сказали, каждый раз в левой части участвует. А, Д два раза, С, Д два раза, В, Д два раза. И в правой части по одному разу. Понимаете, Геря? Да. Значит, когда вы запишете, получится то же самое, только без деления, потому что наоборот, надо просто умножить. Поняли все? Да. Поняли. Так, ребята, в книжке этого нет. Но я в таких задачах всегда люблю задавать такой вопрос. Чуть-чуть, на самом деле, он отличается. того, что мы сейчас сделали, но мне кажется, так интереснее. Давайте возьмем и рассмотрим такой частик. А, Д, Б, Д и С, Д, сумму трехогрессоров. Разделим на им. Понимаете ли вы, что только что мы доказали, что это больше, чем одна пара? Мы только что доказали вот такое нерависть. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста. А, во-первых, здесь какое число можно написать, а во-вторых, а вот вместо одной второй, скажем, сто одну двух слов можно написать. Какое имя число чуть-чуть больше, чем одна вторая. Вот здесь написать. Или же, вот с одной второй верно, а если здесь здесь число побольше, то мы всегда будем верны. То есть, такой вопрос. Это точно не нравится. Или нет. В смысле слова точно. Понимаете? Понимаете. Вот, скажем, смотрите. Смотрите. Сейчас, потому что модное, все дело с коронавирусом, всякие службы доставки. Я вчера видел, идет человек, на нем такая стандартная расцветка, эта форма, и написано название фирмы. Доставка еды от 15 минут. Смокат. Скажите, пожалуйста, что такое доставка от 15 минут? То есть, не получилось, что это не размет, не больше всего. Они понимают, что быстрее, чем за 15 минут, они не работают. Правильно? Доставка еды от 15 минут. Вот. А ты представь себе, что эта фирма как-то там переработала все свои графики, научились летать на вертолетах, на ракетах. Вот. И вдруг они написали доставка еды от одной минуты. Как вы считаете, что это будет означать? То же самое, что ты заказал, и тут же выходишь на крючок. Ни в коем случае. Они хоть сейчас могут это писать. Ребята, если они знают, что быстрее, чем за 15 минут не сработало, то и быстрее, чем за одну минуту, они тебе более не сработают. Они могли бы своей декламе писать доставку еды от одной секунды. Это просто означало, что быстрее, чем за одну секунду, они его не доставят. А теперь, смотрите, что означает в этом случае строгое, точное неравенство, а что такое неточное? Если писать доставка еды от одной минуты, то это на самом деле будет точно верно. Верное неравенство, потому что они на самом деле доставляют минимум за 15, это будет верное неравенство. Но он будет в коем случае с плохим, потому что на самом деле у нас доставка от 15 минут. Понимаете, да? А что значит, что неравенство точное? Это значит, что когда-то кому-то привезут. Привезут 15 минут. 15 минут привезут. Ну или даже точнее, может быть, был человек, которого они привезли за 15 минут и разную секунду, а еще человек, которому они привезли за 15 минут и разную секунду. Понятно, да? Так я вот. Ну ладно, смысл слов точное-неточное. Поняли? Так вот, вопрос. Все-таки, какое писать сюда число? Я про то, что точно больше, чем второе. Да, а как? Рисуем максимальный треугольник. Что такое максимальный треугольник? Ну, в смысле, треугольник, который похож на полоску. Основание максимальный треугольник. А, имеете в виду, что отрезок АВ очень большой, а точка С лежит более-менее внизу, да? Да. То есть треугольник вот такого типа. Так? Да. Вот это расстояние, это почти что нубль. Правильно? Да. Да, хорошо. А где берем точку С? Дальше точку С берем... Нет, точку С все уже. А, точку С, а точку Д. Да. Где-то... Ну, давайте прямо здесь вот ее берем. Ну, да, вот здесь. Хорошо. Разбираемся тогда. Вот представьте себе, что вот это вот миллиметр, а вот это вот сто километров. Тогда чему примерно равен мне видят треугольник? Пример 200 километров. Потому что это, знаете, где-то нет. Чуть-чуть больше, чем 200 километров. А чего равно сумма вот этих отрезков? Не, больше 4 километров. А? Почти. Ну, где-то 100. Почти 100. Потому что это вот, какая-то там доля миллиметра, и это чуть-чуть больше, чем 100 километров. Ну, почти 100. И здесь получается, что в числителе почти 100, в знаменателе почти 200. Значит, это действительно точная нерависть. Заменить одну вторую на чуть-чуть большее число нельзя. Все поняли? Все отлично, с этим разбрались. Какое число писать сюда? Прежде всего, надо доказать для любого треугольника. Доказать нерависть. Уже потом будем изобретать переугольник, доказывать что нерависть точно и так далее. Но сначала надо просто, в принципе, для какого-нибудь числа. А может быть, вообще, сумма вот этих отрезков, АД, ВД и ЦД, она может быть в миллиард раз больше, чем период. Надеюсь, не обидитесь. Какая главная проблема любого модельера отежды? Знаете? Немножко грубо, но звучит она так. Каким образом запихнуть Макси-задницу в нитку? Понятно, да? Страшная проблема. Потому что хочется, чтобы все выглядело. Не взять на задницу, а все такое тоже выглядело. Вот так, элегантно, красиво, замечательно. А если у человека такое, то у Удерьера большие проблемы. Вот, секунду. Посмотрите, пожалуйста. Представьте себе, может ли так быть, что вот это, вот, оно большое, а периметр маленький? Нет. Нет, конечно, конечно, нет. Осталось это написать неравенство. Да, пожалуйста. Для третьего. Она не такая простая задача. То есть, она так вот выглядели, или нет, а вообще-то, кроме вот этого вот неравенства в угольнике, есть такая замечательная штука. Если один многоугольник в угольнике лежит в другом, то периметр внутреннего меньше периметра внешнего. А вы уже из этих сторон собрать в угольник? Нет, я, как это применять, я сейчас объясню. Дайте мне сначала объяснить, почему это так. Итак, у нас есть один многоугольник, в угольник, внутренний, вот другой, объемлющий и внутренний. Так, дайте. Так вот, периметр внешнего, что? Больше. Больше. Почему? Это очень просто. Берете и рисуете перпендикулярно. Вот так. Согласны вы, что вот эта штука, где нечего, а эта сторона? Вот эта штука. То, что высекается такой полуполосой. Вот эта штука больше, чем эта. Вот эти я вообще могу забыть, они вообще не нужны. Вот эта штука больше, чем эта. Каждой стороне внутреннего многоугольника я поставил в соответствии такую штучку, которая, понимаете, да? Это как кратчайший путь. Когда у вас есть две прямые перпендикулярно, то это кратчайший путь между этими прямыми. А любой, какой более хитрый, он длиннее. Так? Замечательно. А он лучше такой же. Да. Такой же может. Именно что такой же может, а вот меньше не может. Да? Все больше. Да. Так вот. А теперь примените эту штуку. Смотрите, как. Вот этот треугольник, он уже есть длинный небольшой. Значит, периметр вот этого что? Меньше. Меньше периметра вот этого. И тактирация. Смотрите. АД плюс БД плюс АВ меньше, чем вот это. Кстати, поскольку АВ входит в оба треугольника, и вот сюда, и сюда, то можно даже проще написать. Можно написать так. АД плюс ДВ меньше, чем АС плюс СВ. Будете, допустим, запишите. Таким янцем будет три штуки. Первая написала. И, пожалуйста, вторая и третья. Хорошо. Вот только, что мы написали для нижнего треугольника. Теперь давайте для левого. Что там будет? СД плюс АВ. Правильно. СД плюс ДА. И что? Меньше, чем АС плюс СВ. Правильно. Так. И третья. Правая. Для треугольника СД, да, плюс ВД. Меньше чего? АВ плюс САВ. Да. АС плюс АВ. Что будет, когда мы все это сложим? Что будет слева, что будет справа? Справа будет АС плюс СВ плюс АВ. Да, а слева? Ну, СД плюс АВ плюс ДАВ. Абсолютно верно. Смотрите, у нас здесь 2 умножить на, и здесь тоже 2 умножить на. Согласны? Здесь вот у нас сумма АВД и СД. А здесь что ли? Здесь перимен. АВД и СД. Поняли? На 2 поделим обе части, и получается, что сумма отрезков АВД и СД меньше, чем перимен к треугольникам. Значит, с места вопросительного знака сюда что можно писать? АВД и СД. Что это? Я объяснил, что вот эта вот дробь, это положено между единицами, как больше одной второй и меньше единицами. Хорошо? Местная единица, где она на 99 сотых. То есть вот для этого я ему нужен. Потому что надо было понять, что про эту вот штуку это все-таки не так просто. А вот про 99 сотых были бы вы можете сами. Неверно. Еще раз. Нужно придумать такой треугольник и такую точку Д внуки у него, чтобы вот эта вот величина, как нашел Д внуки, был бы почти единицей. Правильнее. Самое правильнее не сгодится. Это совсем не было. Задача просто хватает. Очень просто. Чтобы треугольник была почти равна единицей. Вот рисуем такой же плоский как вот этот, вот только у него будет основание. И вот эти вот, ну, у него, короче, будет основание сбоку. И вот эти вот две стороны, которые присутствуются одинаково и очень большие, они будут... Я ничего не понимаю? Проще быть в доске. А точка Д где? Точка Д где-нибудь вот здесь вот. Отлично. Смотрите, для чего он догадался. Пусть точка А почти совпадает с точкой С. А точка В почти совпадает с точкой Д. Очень вытянутые треугольники. И точка Д положена очень близко вот к этой решению. Вот это состояние почти ноль. И вот это состояние тоже почти ноль. Вы поняли, да? Что... Ну, вот, а представьте себе вот этого километра. Что тогда будет? Передято это будет почти два километра. Правильно? Хорошо. Вот это состояние до этого решения будет почти ноль, а до этого почти километра. Ну, значит, сумма расстояния тоже будет почти два километра. Вот и все. Пока остается. Заметьте, пожалуйста, мы решили о том, что мы полностью изучили вопрос, какие значения может принимать этот вот значение. Отношение суммы длиннотрестов А, В, В и Ц, Д, В, В и К, 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 В и К. Продолжение следует...